Здравствуйте, дорогие друзья! Вы можете меня сейчас спросить, Эдуард, ты же говорил, что у тебя работы много, на клиентов надо работать, а сам что попал, а тут делаешь. Вообще непонятно, что это делать. Ребята, я делаю забор, хочу сделать, изобразить забор. Для чего? А видите эту коробку? Дело в том, что да, я сегодня с утра должен был работать на клиента, но Ричард на прогулке вынюхал ежика. А так как я был в кепочке, я его в кепочку закатал, принес, и я давно хотел что-нибудь такое осеннее с ежиком снять, с яблоками туда сюда, дал ему половину яблока, пока искал коробку, ежик сбежал, и где-то тут шарахается. Ну, в принципе, главное вот эту дверь закрывать, чтобы он туда не ушел. То есть, я хочу сейчас быстренько соорудить тут осеннее такое, возле забора что-то такое, лихие туда сюда, яблоки положить, и ежика. Я давно об этом мечтал, да? И это редкий случай, поэтому клиент может пару часов подождать, пока я вот тут закончу. Ну, коробка уже нам понадобится только тогда, когда мы его отпустим на волю. Это произойдет буквально скоро. Я очень коротко не буду его мучить, я очень коротко его посажу, как только он мордочку поднимет, я его сфотографирую, и все. А реквизит без него. Сейчас покажу, как я сделаю. Сначала мы устроим с вами вот заборчик, да, и яблони, которые проходят через этот самый забор. Где дырки есть, там они проходят. Ну что ж, теперь листья. Идея мне такова, что закрыть всю вот эту деревяшку. Потому что тут я хочу, чтобы это было аутентично. Моя мысль говорит о том, что в саду яблонево под забором собралось очень много разной листвы. Ну, в том числе и яблонево. И тут валяются яблоки, и между ними бродит ежик. Теперь я листвы уложил, временно яблочки так и так кинул. Где-то здесь у нас должен быть самый главный герой. Ну, я говорю, мы его не будем мучить, пока не настроимся, а его вытащим буквально на пару минут. Ну, вроде все, я справился с антуражем. Вот, теперь давайте по свету я хочу ежика снять или на закате, или рано утром. Я не хочу его просто осветить. Я хочу, чтобы он как бы из темноты выполз за яблочком. Поэтому давайте мы сейчас сделаем несколько снимков, чтобы понять, чего я хочу и чего я этим светом добиваюсь. Итак, первый. Мы сейчас сразу установим фокус там, где примерно будет ежик. Вот, что там будет у меня по идее. Так, теперь намануально, чтобы не сбивался этот фокус, закрепляем как следует. Выравниваем по горизонту. И понеслась. Первый, это вот этот большой сутбук. Вот так. Видите, вот я оттуда получил свет. Хорошо, не много, не мало, нормально. Учитывая, что у нас сейчас еще сверху мы дадим. Вот так. Так, делаем второй снимок. Вот, уже. Лучше сравним до того. И после того. Видим изменения. Хорошо. Следом. Я сейчас включу тубус. Вот, вот, там он стоит. Чтобы осветить центр, где будет сам ежик. Включаем. Смотрим. Хорошо. В принципе, ребят, можно было бы так оставить. Но, если хочется еще вот этот уголок подсветить. А я этого хочу. Так, вообще, надо закрепить это дело. Хватит. Вот, вот, вот. Вот, вот. Не вынимается. Возьмем сейчас прищепочку. И закрепим. Я не люблю, когда все так это болтается. Потому что все это валится. Сейчас будет модель на столе. И я не хочу, чтобы на него что-то упало. И маленького испугало. Маленько. Вот. Так. Вот так. Если я этого хочу, подсветить этот уголок, то я включу еще стрип и отверну его почти в угол. Чтобы только рассеянный свет попал на задний план. Так. Смотрим. Так. До того. После того. Да. Это то, что в принципе нужно. Затемнить мы всегда там затемнем. На всякий случай. Так. Ну, а теперь искать ежика. Одеть ежовые рукавицы. Нет у меня. Придется так ежика ловить. Но сначала вам надо найти. Вот много у меня таких мест, куда он мог забежать и притаиться. Ну, ладно. Создадим небольшой стресс. После долгих поисков он, оказывается, залез в ковер свернутый. А я его тут везде ищу, вспоминаю фильм. Видишь, суслика нет. И я не вижу. А он там есть. Так и здесь, ребят. Действительно. Я знаю, что ежик есть, а найти не могу. Даже с фонариком. Ну что ж, я надел рукавички. Сейчас выведу его на смотровую площадку. Вот он, маленький. Так. И буду ждать, когда он раскроется. А он раскроется рано или поздно. Ведь когда-то это должно произойти. Правильно? Поэтому тихо. Мы будем ждать. Терпеливо. К сожалению, он уползает не в ту сторону. Мне надо в эту. А он туда. Ну, не знаю, сейчас колбаски еще подложила. Может, будет. Терпение, терпение, еще раз терпение. Мы же предметчики. Нам это не привыкать, правда? Давайте ждать. Он поднимает голову. А я спрятался под столом. И с помощью кабеля фотографии. Он все смелеет. Вот так. Вот модульчик оказался. Вот он подбежал. Это ничего. Это мы из них делаем два ежика. Эй, ты куда подрапал? Модель. Модель. Ну, дело в том, что он свое выполнил. И больше я его не хочу мучить. Ну, я его не мучил. Он лежал себе, вздыхал. Вздыхал запах яблок. Милый, но дикий. И сейчас мы его посадим в коробку и пойдем выпускать на волю. Ну, вот. Наша модель сидит в ящике, в коробочке. Заслуженное яблоко у него. Там мы ему подарим. И отнесем именно на то место, где мы его, вернее, Ричард его выстрелили. А это вот здесь. Вот. Тут мы его нашли. Извини, брат. Немножко бесцеремонно мы поступим сейчас. Просто тебя вывалим. Вот так. Ну что, ежа. Спасибо за твой моделик. Вот тебе яблочко. Кушай. И счастливо зиму пережить. Пока. Ну что ж, дорогие друзья, я вам скажу, что сессией я больше, чем доволен. Получились вот такие милые кадры. Я думаю, что они найдут своего покупателя. Да и просто было интересно мне. Вот так. Никогда с живым существом не снимал. Разве что с собакой. Ну, я вам скажу так. Ежики это гораздо лучше, чем кошки. Таких терпеливых моделей я еще не видел. Он лежал, наверное, с полчаса, пока он начал подниматься голову. Ну, то есть, очень осторожные животные. И прекрасная была сессия. Мне очень понравилось. Пусть он гуляет. А мы с вами продолжим наш рабочий день. И я буду снимать сейчас для клиента. Единственное, что я вам хочу сказать, что, ребята, вы немножко там попутали. Дело в том, что конкурс на тыкву, да, дипломная работа у нас с 21 числа и на 14 дней. Две недели, да? Сам считайте. Когда закончится. И выставлять надо в группе. Я даю все время группу под видео. Сегодня дам. А время еще есть. Время еще есть. До понедельника, ребят. В воскресенье вечером последнюю работу я приму по фотошопу. Задание фотошопу, да? Потому что в понедельник я дал уже новое. Поэтому поспешайте. Копи-паста. Собачка. Титерсон-компания.de Туда. Фотошоп. В группу. Это тыквы. Договорились? Ну, а всего доброго. Пока. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!